привет друзья я александр беляк рад вас приветствовать на своем канале где мы читаем слово божье и сегодня мы с вами заканчиваем читать книгу бытие мне кажется все прошло достаточно интересно и быстро ну а если вы не только читали но еще и оставляли свои комментарии я уверен вы получили больше пользы от пребывания слове чем если бы мы просто читали и мы с вами начали с древнейшей истории поговорили о сотворении мира грехопадение о всемирном потопе и откуда появились все эти народы дальше мы перешли к истории патриархов и мы знаем об аврааме его призвание о том завете которые бог заключил с авраамом и через него со всеми его потомками мы знаем о его сыне исааки и и а то истории которая произошла когда господь сказал аврааму принести в жертву исаака и и доверившись богу авраам и сегодня в новом завете он по праву назван отцом верующих невероятное такое доверие абсолютное доверие в божье слово потому что в исааке говорил господь наречется будет твое семя и будут твои благословения потому авраам нисколько не сомневался в спасении исаака и дай бог нам такую же веру в божье слово и его обетование дальше мы с вами читали историю исаака и иакова и мы видели как как иаков стал израилем князем божьим дак или или тем кто боролся с богом и в конце концов мы пришли к иосифу где мы сегодня и находимся сегодня в этих последних главах 46 по 50 мы с вами закончим чтение книги бытия и так переселение божьего народа из хана она была прямым последствием ужасного голода и бог буквально заставил израиля идти в египет в этой земле божий народ должен был размножиться стать великой нацией и вернуться в землю обетованную маршрут иакова проходил через вирсавию любимое место поклонения авраама и исаака и бог в видении развеял беспокойство иакова по поводу этого отъезда до этого переселения подтверждением того что его потомки возвратятся обратно как нации основным занятием семьи иакова было скотоводство египтяне традиционно презирали пастухов что помогло израильтянам остаться обособленными от египтян и их образа жизни иакова было 130 лет когда он переселился в египет приветствие престарелого патриарха произнесенная фараону являлась благословением во имя господне в то время египтом правил молодой сцену серд 3 и это было в период около 1878 и по 1841 годы до рождества христов он взошел на трон еще до прекращения голода и почитал обязательства своего отца на протяжении 17 лет иаков был свидетелем умножения своего народа и мог видеть как исполнялось божье обещание аврааму исааку и ему самому соблюдая ритуал сопровождавший клятву в те дни иосиф обещал похоронить своего отца иакова согласно его просьбе в семейной пещере для погребения в хана они подводя итоги подтверждения божьего завета и в благодарность за великую щедрость иосифа и сохранение божьего народа иаков официально заявил об усыновлении всех сыновей иосифа с равными правами наследия таким образом два сына рахили иосиф и вениамин получили три удела земле обетованных благословляя сыновей иосифа иаков предсказал что впоследствии ефрем станет настолько влиятельным что его колено будет доминирующим среди десяти других северных колен около тысяча восемьсот пятьдесят восьмого года до рождества христова иаков скончался и как мы уже читали да это выражение приложился к народу своему которое предполагает жизнь после смерти книга бытие заканчивается смертью иосифа в возрасте 110 лет иосиф умер так как и жил твердо веруя в то что бог выполнит свои обещания я умираю он говорит но бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю о которой клялся аврааму исааку и иаков это записано в бытие 50 24 почти четыре столетия спустя боисей вынес останки иосифа при исходе из египта а иисус навин перезахоронил их психеме в книге исход историческое повествование продолжилось с рождения моисея после двухсот восьмидесяти лет молчания уверен вот уверен что вы были благословлены книгой бытие особое благословение получили те кто размышлял настолько глубоко что даже оставлял комментарии дальше мы продолжаем двигаться по ветхому завету наше путешествие все еще только в начале мы закончили только первую книгу ветхого завета потому оставайтесь с нами подписывайтесь на канал если вы этого еще не сделали обязательно оставляйте комментарии приглашайте других людей к совместному чтению слова божьего и будьте благословенны я деньги где а я